ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот об этом подробно расскажу в таком формате видеоблога. Ну, а о лучшей студии, чем салон автомобиля, я, если честно, не придумал. Но и мне кажется, что это вполне уместно. Так вот, с 1 апреля вводятся новые дополнительные акцизы на топливо, что, судя по всему, повлечет за собой дальнейший рост бензина. Об этом говорят нефтянники, которые, кстати, очень аккуратны всегда в высказываниях по поводу цен на бензин и каких-то вообще экономических прогнозов. Ну, ровно потому, что они полностью зависят от властей, от правительства. Представители правительства, господин Силуанов, например, министр экономики, говорит о том, что, конечно же, никакого роста цен не будет. Но когда представители властей нам говорят о том, что цены расти не будут, читайте, что они как раз расти будут. Нам говорили, что доллар не будет расти, в общем-то, сильно. Нам говорили, что после того, как доллар вырос, не будут расти цены на продукты питания и прочие товары. Ну, а что, что получилось? В результате все мы видим в магазинах и, кстати, на заправках. Кстати, тоже удивительная совершенно вещь. Цена на нефть снизилась в три раза, а ценник на бензин, ну, благо, не изменился почти. Хотя, хотя каждый месяц цены на бензин в России потихоньку, но растут. Так вот, представитель, например, Лукойла в интервью, газета.ру, издание такое есть, сказал, что, чтобы им оставить бизнес в рамках рентабельности, нужно будет поднять розничные цены как минимум на 2 рубля. Вот, исходя из этого заявления, явно полит некорректного для представителей нашей нефтянки, я делаю вывод, что цены на бензин у нас как минимум поднимутся где-то на 2 рубля, причем у всех операторов. И если этого не произойдет, это будет буквально чудо, в которое я, к сожалению, не верю. Так что, когда вы после 1 апреля или 1 апреля окажетесь на заправке и вдруг увидите новые ценники, не считайте, что это 1 апрельская шутка, а это, к сожалению, новый акциз. Я прекрасно понимаю, что, конечно же, цены не будут расти моментально, и они не вырастут 1 апреля, но то, что это будет происходить, по-моему, свершившийся факт. Вот такие не очень оптимистичные и приятные новости для тех, кто с какой-то периодичностью заезжает на заправки и заправляет свой автомобиль бензином, дистоплимом, неважно чем. На этом я прощаюсь с вами. Периодически буду записывать вот такие автоблоги. Не буду этим особенно увлекаться, но буду делать это ровно потому, что, к сожалению, государевые каналы как-то очень аккуратно скрывают эту информацию или, знаете так, пропускают ее между делом. А между тем, я думаю, что любой автомобилист подобной информацией должен владеть. Это касается не только ценовой какой-то экономической информации, это касается и новых законов. Вот периодически при серьезных, при появлении серьезных поводов буду снимать подобные автоблоги. Традиционно в конце буду признателен вам за всяческие лайки и плюсики, которые видео продвигают. Ставьте их, правда, тогда лишь, когда программы вам действительно были полезны или понравились. Ну и еще одна традиция, от которой не могу отступить. Удачи на дорогах. Счастливо! Продолжение следует...